игра в рулетку боже что я делаю если сейчас она ответит не что вроде ладно если вы действительно того хотите тогда больше меня не увидите тогда все кончено вот зачем ты к этому привел хотя и хрен его знает остается лишь дать ее реакции не ага блин не ака ну с другой стороны для нее это странно она засмеялась хи 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 цугуми продолжает трясти головой и стерично хохотать я бы тоже так хохотал потому что это фейспаум просто чего такого смешного потому что ты сказал кореш это реально такой фейспаум такой хи хи реально блин вот я не знаю если бы цугуми не трахалась то есть если бы она не давала таки же я бы хотел быть вот именно иметь этим персонажем во первых у тебя есть сиськи ты бессмертный ты крутая телочка супер сильная супер крутая ну я не знаю нет телочка все таки я бы не хотел быть ну в общем если бы цугуми было пацаном естественно не педикам и никому бы не давала но вот именно с таким характером и так далее то я бы ассоциировал себя именно с ней потому что она адекватный единственный человек остальные тоже адекватные но кроме этого рута естественно мы же не школьники я гораздо старше чем ты думаешь а ну может кстати это с этим связано потому что я там лет тридцать по моему уже просто наш типа не стареет и все таки я просто не могу пить чай без сахара сейчас вот себе сахарку туда подсыпал я гораздо старше чем ты думаешь сугуми прикрыла рот ладонью но продолжает смеяться перестань я же серьезно хи 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 если я не прав то в чем тогда дело если тебе не нужны кореша тогда почему ты пришла туда же куда и все ну не знаю стадный инстинкт наверное да и вообще ей интересно типа не будет ли кто то выделяться она же хочет все таки всем все рассказать но она им не доверяет поэтому она следит за ними и смотрит кто ведет себя так как типа она предсказывает а кто ведет себя особенно и видимо кит ведет себя по особенному как раз таки сейчас и поэтому она ему вообще собственно и открыла какие-то тайны вот эти вот ну пока что ничего не открыла но не важно хочешь знать да хорошо я скажу если ты просишь но взамен я хочу чтобы ты ответил мне на один вопрос ты знаешь что такое шоколад сюрприз чего шоколад сюрприз блин киндер наверное сюрприз надо было сказать ну а давайте если есть ответ типа конечно знаю а давайте сначала сохранимся во первых мы мы будем возле каждого выбора сохраняться чтобы потом загрузиться и попробовать ответить по другому ответим конечно знаю конечно шоколадная конфета верно что за бред а вместе с ней в качестве сюрприза идет игрушечное колечко именно всего существует 34 вида этих колечек если ты хочешь собрать их полную коллекцию тогда тебе придется продолжать покупать эти конфеты но тебе ничего здесь не кажется странным получается что все становится с ног на голову ведь шоколад должен быть первичной причиной для покупки конфеты а кольцо вторичной однако для тех кто собирает кольца шоколад становится побочной выгодой ну маркетинг хули то есть ты хочешь сказать что шоколад становится сюрпризом кольцу именно но не понял какое это имеет отношение к тому о чем мы говорили неужели ты не понял я наклонил голову главная причина что я бываю там же где и все остальные не для того чтобы видеться с ними я просто фигуми замолчал улыбка пропала с ее лица она серьезным взглядом посмотрела на меня это напрягает один только взгляд в ее глубокие черные солны без на глаза повергает в ментальный шок но я не в силах отвернуться даже шелохнуться слушай расскажите уже суть соляной столб я просто собираю кольца какие нахрен кольца шоколад это побочная выгода при чем тут шоколад расскажи суть 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 произнеся это она ни с того ни сего коснулась моего уха она погладила его тыльной стороной ладони а затем нежно ущипнула меня замочку в то же мгновение мое тело распалось на часть что я не знаю что было после сейчас я в шоковом состоянии стою посреди коридора сугуми уже нет ряда я просто собираю кольца ее слова звучат в моей голове я так понял ну да то есть как я и предполагал ну единственная моя догадка что типа она пытается узнать какие отличия между этими всякими рутами и так далее ну или кто типа кому можно доверять а кому нет а присутствие ее уже в обществе это дополнительное то есть если бы она могла наблюдать за всеми не присутствуя там как она по моему в одном из рутов следила за всеми по видеокамерам то есть если бы она могла наблюдать постоянно по видеокамерам она бы наблюдала а так ей не очень нужно ее слова звучат в моей голове шатаясь из стороны в сторону я пошел назад в комнату переговоров войдя в комнату я обнаружил лишь ю и сару лежащих в обнимку на столе и дышащих так словно они спят сраные лесбиянки все бы ничего но они спят ногами ко мне с этого ракурса даже их трусики видать ну подумаешь но мне это не интересно ты что педик с какой то стати не интересно я притворился что мне не интересно подойдя к столу я слегка потрепал ю за плечо а ю открыла глаза потерял один из них кулачком а кит ты вернулся если так спать то недолго и простудиться да ладно моя такая теплая так что давайте расскажите нам о том какие теплые пятнадцатилетние девочки естественно они теплые а что им холодными быть они что трупы сказал это ю крепко обняла сару сара пробормотала что то бессвязное но кажется все еще спит в общем няки это вот девушки они как кошечки только не такие пушистые но тоже мягкие и теплые в принципе это если говорить чисто об эстетике ну и плюс конечно же бонус что их можно у них есть титки есть красивое лицо ну конечно у кошечек тоже мордочка красивая но у женщин все таки покруче и естественно киска есть то есть с этой стороны как домашние животные они тоже неплохие в принципе я думаю если я и буду заводить домашние животные то скорее всего девушку тянку как говорят и тян не нужны это как бы не прокатывает в случае за мной потому что как говорил карлсон я же лучше собаки должно быть они обе здорово вымотались а такеши где кажется он пошел до карусели то есть до дельфиней карусели ну да по крайней мере он так сказал когда уходил он что один пошел хотя и без вопроса мог догадаться ссора в центре управления с сугуми я недавно виделся ю с сарой вдвоем лежат передо мной в обнимку а что ему еще оставалось ответила ю ладушки о ладушки можно теперь я немножко посплю пожалуйста не ломай мне кайф не ломать ей кайф наверное ю в полусознательном состоянии она медленно закрыла глаза в общем любит она с сарой с этой спать какой то пиздец происходит тут какие то лесбиянки уже завелись цугуми которая конфеты собирает или колечки кит который тупит постоянно как такеши такеши который идет к дельфине карусели в которой нету ю хотя обычно она там как раз когда такеши к ней идет как раз туда я поднялся по аварийной лестнице и пошел в сторону карусели хоть я и подумал что было бы неплохо поспать между ю и сарой прикольно между ю и сарой то они тебя от имеют полностью будешь потом ходить как уточка у них там стропоны а вы что думали но к сожалению сам я не в одном глазу да и потом мне интересно что такеши делает у карусели если мне не изменяет память такеши валял дурака на дельфине и вчера по крайней мере так мне сказала сара неужели кататься на карусели в одиночку забавно если такеши считает это забавным значит он слегка двинутый ну может он там с ссорой общается ахахахаха ахахахаха я король дельфинева царства могу себе это представить но если он там не для развлечения тогда мне хочется узнать зачем он так часто ходит туда как бы там ни было руки чешутся узнать правду вот почему мне было не влом забраться по 17 метрам лестничного пролета я пришел в прямой коридор немного пройдя я увидел дверь с левой стороны через нее отчетливо просматривается карусель дверь оставалась не запертой я прокрался в помещение стараясь не шуметь такеши здесь и он один как я и подозревал один одинешеник куда ты делась эй ты кстати насчет это я сказал он ссорой там мутит ой перестань что это такое он блуждает вокруг карусели и несет околесицу кажется будто он преследует что то невидимое наверное гоняется за воображаемыми бабочками на воображаемой цветочной полянке по крайней мере мне так кажется во первых и ты и я прекрасно знаем для меня невозможно поймать тебя ну да это ссора 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 что бы я ни делал я не смогу тебя схватить такеши подошел к муляжу дельфина тропической рыбы и морской водоросли с ним явно не все в порядке да он спятил сильнее чем я мог себе представить какой уж тут смех мне страшно у меня и в мыслях нет жалеть его от заточения на дне океана у него поехала крыша да у тебя у самого поехала крыша а он просто ссорой общается а ссора она может показываться кому-то одному а всем остальным не показываться она как луна как говорят то есть луна с одного с с одной стороны земного шара видна а с другой стороны не видна потому что не хочет быть видной мы даже не заметили что в какой-то момент он слетел с катушек ты в порядке? ты уверена что не заболела или не переутомилась? ничего плохого же не случилось правда? видимо такеши беспокоится о дельфинах я свел руки вместе словно собрался молиться и решил молча удалиться притворю что ничего не видел и не слышал я направился в сторону выхода и за возросшие между нами дистанции я уже не различаю его слов единственное что я четко расслышал закон о клонировании ага и тут мое зрение страшно задрожало да он сейчас нам будут показывать как такеши мутит ссорой сто процентов блин а зачем я тогда остальные руты проходил ну то есть в принципе нам тут все сюжеты всех рутов расскажут вот скажите зачем нам сейчас после того как мы прошли это все нужно я не вижу смысла в этом руте просто и так ко всему можно догадаться это для тупых что ли рут какой то так тупые они не будут играть достаточно долго чтобы выйти на этот рут а умным это все будет баянам стоп а что если меня ударило прежде чем его голос достиг моих ушей я не знаю но как бы там ни было я потерял чувство равновесия не могу сказать где верх а где низ это произошло так внезапно что меня бросило меня тошнит голова кружится кто ты кто я это мой голос но я ничего не говорил я теряю сознание падаю на пол это я упал или кто то другой который не я я словно утопаю в пол я или этот пол пытается проглотить меня я не знаю я не знаю я не знаю клонирование 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 я расставил в чистой белой бездне закон о клонировании вот короче у нас тут труд такешек это вот там где они ссорой беседовали опять это читать ну блин задолбали я все это прекрасно помню хватит не вдалбливать всякое говно в башку хотя скажем так если вы это смотрите вы не принимайте мои слова всерьез в принципе вам то это может быть интересно потому что я ссоры рут не заснял полностью я только концовку заснял поэтому такая вот фигня закон о клонировании да закон о клонировании нет понятия не имею то есть может и знал но забыл в 2010 клонирование человека что до той поры было запрещено было узаконено сейчас если у человека есть разрешение от авторитетных врачей клонирование может применяться в качестве средства для лечения бесплодия берется ядро из развитой соматической клетки затем внедряется в яйцеклетку из которой удалили ее изначальное ядро затем яйцеклетку имплантируют матку будущей маме ой ну конечно я вспомнил ты понимаешь но тогда при чем здесь наш разговор клоны развиваются отдельно иными словами они разные личности они не один и тот же человек скорее близнецы но у них один и тот же источник обыденным тоном сказала она возвращаясь к нашему разговору я вездесущая о боже вы видите кучу ссор няки видите какие няки мне тоже кстати очень понравился ссора рут здесь вообще вот эти вот руты изначально особенно такеши они такие интересные гораздо лучше рут авкида хочу сказать ну по крайней мере хорошие там все более так ну скажем по взрослым в рутах кида там как то ну тоже есть конечно интересные вещи но мне руты такеши больше понравились одна цугуме стоит скажем так и сары и ссоры вместе взятых в одном и том же пространстве в одном и том же времени например перед тобой перед кокотян там и тут здесь две меня но они разделены определенно не по оси а по ось у понимаешь пожалуйста порассуждай в таком ключе что если бы ты мог быть скопирован абсолютно таким каков ты есть то есть то есть если бы каждое воспоминание мысль чувства черты характера личности и даже эмоции вытравлены на твоей подкорке проще говоря весь твой разум мог быть совершенно абсолютно точно извлечен а затем продублирован на каком-нибудь носителе даже с воссозданием всех твоих способностей а 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 то где же настоящий ты 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 что остался в этом теле настоящий ты или личность дубликат являющийся тобою ответ в любом случае один настоящий ты существует в обоих да тебя стало двое да две няки если бы ссора имела тело я бы именно ее выбрал ну именно потому что вы понимаете когда девушек много то есть она вот допустим ссора живая она может размножаться ну так представьте устроить оргию с пятнадцатью ссорами одна отсасывает вторая там отлизывает третья целуется четвертая еще что то делает это пятая одновременно там переменная ходит шестая там процент деньги зарабатывает на всех седьмая там еще что то делает стирает может быть в общем это круто когда у тебя много девушек одинаковых и самое главное никто из них не будет обижаться потому что они же все одинаковые они ну не ревнуют друг другу я думаю так хотя со временем могут начать ревновать в принципе да тебя стало двое исторически из того самого мгновения вы двое идете по временной оси как отдельные существа но если вы оглянитесь и посмотрите на свой путь то увидите что в одной из точек вы оба были едины это разделение в точности похоже на игрек с двумя точками исходящими из одной линии а не W с двумя различными исходными точками конечно ты не можешь представить двоих себя разделяющихся между собой и идущих по разным путям в конкретный момент что мы используем как точку отсчета однако фактически это уже произошло ты всегда бесконечно достигаешь выбора каждую секунду что становится прошлым как только ты его достигаешь в общем сора рассказывает то что я вам рассказывал что в принципе во времени получается каждую секунду то есть становится ты всегда бесконечно достигаешь выбора то есть у нас есть бесконечное количество выборов которые происходят во всей вселенной но если она объясняет именно про него то есть ты всегда а я говорю про вселенную то есть во вселенной каждую единицу времени самую маленькую происходит миллиарды выборов и каждый этот выбор определяет то какое она будет в следующую секунду собственно в следующую секунду времени опроша уже фиксируется следовательно в принципе может быть бесконечное количество разных вариаций вселенных выберешь ли ты путь а или выберешь путь б ты стоящий здесь возможно пошел по пути а но в другой временной оси здесь можешь стоять ты что пошел по пути б и оба тебя на пути а и на пути б по прежнему ты с единственным исключением что ты на пути а не знает о тебе на пути б потому что узнать это невозможно в то же самое время ты на пути б наверняка даже не в курсе о существовании тебя на пути а а знаешь почему поправ меня если сейчас я скажу глупость те я о которых ты говоришь находятся на разных ветвях оси y и ну да то есть кит получается действительно там у него есть копия ну только я не понимаю почему он как бы таки 6 дней почему он помнит именно такие же вроде бы кит и в такие же они не похожи или может короче нет что то я не понимаю если бы у него был близнец типа то был бы этот близнец именно кит из другого рута собственно из рута такеши но мы хотя ну вот почему он вспоминает воспоминания такеши я не понимаю хотя он кит ну и плюс он еще себя не осознает то есть я как бы этого не понимаю с ним явно не вот это разделение произошло чтобы выразиться более понятно представим что все это двухмерное лежащее на одной плоскости в таком случае оба меня что а что б двумерные создания как двумерные создания не могут судить о их двумерном мире так и личность трехмерном пространстве не может увидеть одновременно все шесть грани игральной кости это то есть как же там черт мысли потерял иными словами но это значит личность на одной ветви и крик и личность на другой ее ветви не могут подозревать остров существование друг друга в настоящем он повторил то что она ему сказала ну замечательно у тебя хорошая память парень но это не значит что ты все это понял чтобы знать что происходит на другой ветви необходимо вытащить себя из двухмерной плоскости и взглянуть на игрек из трехмерного пространства если этого не сделать то даже если понимать это логически подтвердить существование обоих а и б невозможно все правильно такеши вот здесь я теперь вижу что ты что то хоть понял да здесь мест мало что добавить да кстати сказала 40 произночным тоном вот это вот фигня короче я ее тоже хотел заснять как раз я засниму много очень интересных вещей как ты только что сказал пока двухмерное существо не выйдет из двухмерной плоскости и не посмотрит на свой мир из трехмерного пространства оно никогда до конца не поймет собственный мир когда индивидуум выходит из двухмерного измерения лишь тогда он осознает что существует его двойник на другой ветви Y который в свою очередь поймет что существует другой он на другой ветви Y это значит для того чтобы получить полную картину происходящего в своем измерении необходимо посмотреть на него из следующего измерения n плюс 1 или избавиться от одного из измерений разумеется то же самое с трехмерным пространством чтобы личность могла целиком видеть картину трехмерного пространства и необходимо перейти в четырехмерное пространство проще говоря для того чтобы ты осознал существование другого тебя и ты должен выйти из трехмерного пространства и посмотреть вниз на него из четырехмерного пространства в данном случае четырехмерное пространство превращается в пространство минковского но не будем углубляться так сильно не уверен насчет минковского то есть как бы в ссср были свои типа параллельные открыть открытия параллельные ученые которые параллельно изобретали первее чем американцы и европейцы все теории точно так же как ядерную бомбу вроде бы мы параллельно изобрели на самом-то деле кто-то у кого-то спиздил но непонятно кто у кого потому что это как бы параллельные вселенные вот так вот хотя как бы ну американцы первые изобрели поэтому можно считать что ставки частично украли частично уже доделали свою ядерную бомбу и теперь я думаю ты понимаешь что могут существовать версии тебя самого в иных историях в иных мирах в иных местах ты вездесущий в мире и одновременно я тоже ты и я мы всего-навсего разветвления оси y однако эти отдельные мы могут воссоединиться если ты которого ты не знаешь неразрушимо соединен с тобой если бы ты мог стать вместе где ты смог увидеть и понять всех остальных тебя тогда весь жизненный опыт других тебя стал бы твоим собственным а это огромная сила это как горец то есть фильме горец останется только один были кстати фильмы где типа один чувак из одного времени так в принципе не только фильмы взять хотя бы вот этот вообще-то это такой баян жуткий некоторым нравится этот мультфильм недавно выходил короче ну тот там где сумасшедший профессор и его там внук или кто-то такой рик и морти вот короче там типа была фигня что гонялись за всеми один рик хотел убить всех других рик по моему а нет один морти по моему да один рик хотел убить всех рикал и морти других чтобы короче стать самым могущественным стать единственным и неделимым скажем так риком во всех вселенных ну и в итоге ничего не получилось и потом оказалось что это на самом деле морти злой а не рик а он этим риком просто манипулировал управлял в полном смысле ты бы стал единым я тяжело вздохнул слушай можно кое-что спросить да конечно зачем ты мне все это рассказываешь хороший вопрос две ссоры одновременно говорят ссора закружилась вокруг себя на один полный оборот а затем улыбнулась это легенда один из истоков лему это легенда что почила вместе с лемурийским континентом давай пока ее так и оставим и ты должен понимать это секрет 40 прислонила палец к своим губам а затем без единого звука растворилась в воздухе некоторое время просто стоял на одном месте приходя в себя знаете есть такие нехорошие мелкие пакости что звонят пакости пакостники может что звонят дверной звонок залепляют его жвачка и смываются называется сделал гадость на сердце радость но я не нашел в своем словарном запасе ничего более подходящее чем грузануть по полной вот эти две вещи ссора только что со мной сделала ну да но ее мое сделал глубокий вдох я направился к выходу пока я иду голове медленно прокручивается все что сказала ссора клоны разделение личности существования в разных временных пространствах множество копий ссоры и ее вездесущность может ссора просто пыталась сказать что все это одно и то же то есть а что если ссора со всеми своими непостижимостями и отсутствие единой личности одной тоже может это и правда то что 40 хотела сказать кто знает но я не вижу большого смысла думать о том чего не понимаешь я наступил ногой на нечто мягкое кажется я наступил на человека господи кто это одной ногой я стою на маленьком полушарии кида эти точнее с тобой все в порядке нифига себе а киджиш как раз там это в общем то убил сячи как его там ну нет потерял сознание и тут короче кит видит видение где такие шива находят вот это да вот это неплохой ход я опустился на колени и приподнял его кит а таки еще кстати а то другой кит вот этот он более взрослый что не понял что значит а таки еще как ты умудрился свалить в так свалиться в таком месте в таком месте кита качает словно от шока вы видели то есть тот кит который там настоящий типа он по другому выглядит ой точно я не знаю что произошло ни с того ни с чего запалила голова и и я упал здесь голова это плохая новость да нет я в порядке надо просто как следует выспаться и все будет хоккей ты уверен с тобой точно все в порядке да только задница чего то болит ну он же на нее наступил конечно болит только причину боли я ему рассказывать не буду и еще я проголодался живот урчит без умолку понятно но если у тебя есть аппетит значит с тобой правда все в порядке но ты не против если ссора осмотрит тебя здоровые люди не падают на пол и не теряют сознание от головной боли а эй ты вообще меня слушаешь чего таки же расслабься говорю же я в порядке просто давление упало всего то а если нет то это либо из-за усталости либо из-за голода как бы там ни было единственное что сейчас болит мой зад да я просто не могу собраться с силами и сказать что наступил на него но хватит об этом пошли до киоска я проголодался кит бодро потопал к выходу пожал плечами я проводил его взглядом конечно я тоже проголодался и сголодался но хочу сходить еще в одно место прежде чем идти до киоска разумеется я хочу проведать сулуми операция завершилась задолго до того как сора завела разговор про W и Y за 7 часов до того я спрашивал ссору о состоянии цулуми всего потребовалось наложить 40 швов на полное заживление уйдет 2 месяца еще несколько месяцев прежде чем она сможет нормально ходить пока в лимуне прибудет спасательная команда и мы не выберемся отсюда и ей нужен постоянный отдых нам еще повезло что не был задет ни мозг ни органы вообще-то тут странно то есть если мы общались с ссорой то мы бы не могли типа с сулуми замутить потому что это два разных рута но здесь они типа вместе то есть он и к сулуми ходит и к ссоре ходит повреждено лишь ее правое бедро нет слова лишь здесь неуместно как бы там ни было у нее открыты переломы порванные артерии промедлимый хоть мих она могла умереть от потери крови я благодарен ю до глубины души я зашел в лазаре Цулуми тихо спит на кровати у дальней стенки я захожу сюда за сегодня уже далеко не в первый раз после операции я входил и выходил снова и снова и днем и вечером эх теперь я понимаю зачем 40 позвала меня с собой и рассказала про эту билиберду с W и Y она хотела чтобы я хотя бы ненадолго отвлекся и успокоился и правильно сделала так и до нервного срыва недалеко состояние Цулуми не изменилось она спит так спокойно так безмятежно и дышит ровно она лежит под белым больничным одеялом ее правая нога целиком покрыта повязками и бинтами должно быть она испытала страшную боль и на этом мы пожалуй закончим в принципе здесь повторение но я все равно буду зачитывать так и здесь мы будем вот это вот сохранять и будем типа кит это будет значит что это нам надо загружать а под коко мы будем сохранять именно выборы по моему вот эти вот два у нас это чисто выборы все всем пока ставьте лайки до следующих серий и